Рад приветствовать всех, кто заглянул на канал. Продолжаем рассматривать Blender 2.8, ищу информацию. То, что нахожу, конспектирую и выкладываю на этом канале. Мои ролики не являются уроками, а лишь конспекты. Давайте рассмотрим в этом ролике именно то, что я нарыл на YouTube. Это канал, вот этот, сейчас я вам его покажу. Называется канал Brian Man или Briny Man. Вот отсюда я взял эту информацию по аддонам. Четыре полезных аддона для Blender 2.8, которые могут, помогут с новыми моделями. Вот так это все дело называется. Ну и погнали, законспектируем. Заходим, убираем баннер, щелчок левой кнопкой мыши. Убираем Delete на клавиатуре Cube. И заходим в правку, находим настройки Preference. И заходим в аддоны. Вот, находим аддоны. И первый аддон это Add Curve Extra Object. Закрываем. Добавить кривая. Вот появились кривые. Открываем. Открываем любую кривую. Здесь вот есть настройки. Вы можете здесь понажимать, покрутить, повертеть. И можем с этим делом здесь немножко вот так вот поработать. Вот так вот можно прибавить. Здесь убавить. Словом, вот этот вот кривую вот эту можно уже перерабатывать. Делать из нее какую-нибудь модель. Так, закрываем. Запоминаем, что в кривых здесь очень много вот этих вот Curve, Polygon, Points и так далее. Вот эти вот все необходимые для работы, для каких-нибудь моделей, деталей можно делать. Находим следом, опять же, вправку. Находим настройки Preference. И опять же, ищем еще один аддон. Аддон называется Add Curve Seppling Tree Gen. Закрываем его. Добавить, опять же, кривые. Seppling Tree Gen. Открываем. Вот у нас уже готовые деревья. Вот так они выглядят. Здесь вы можете, опять же, в настройках полазить, выбрать нужный вариант вам дерева. Прибавить размер листвы, изменить ветки и так далее. Вот уже для модели экономия времени. Можете все это дело использовать. Ну, давайте еще рассмотрим один аддон. Опять же, правка настройки. Опять же, аддоны. И теперь найдем ландшафт. Вот этот называется Add Mesh and Landscape. И закрываем его. Добавить. Находим Mesh и находим ландшафт. Вот так все это дело здесь выглядит. И опять же, в настройках вы можете выбрать любой вариант ландшафта. Здесь вот заходите установка оператора. И вот их тут. Мама не горюй. Выбирайте. Вот она река у вас уже. Здесь вы можете еще план выбрать. Планет. Планета. Вот она. Ну и также еще очень много разных штук тут. Все попробуйте, посмотрите. Вот уже водопад можно сделать готовый. Ну, словом, все прикольно. Рассмотрено. Вот находим вот этот Add Mesh Bolt Factory. Нажимаем. Если нужно, опять же, автосохранение или просто сохраняем. И заходим теперь добавить Mesh и находим Bolt. Вот такой получается Bolt. Опять же, настройки. Разные варианты. Вот тут есть. Размеры. Вот такой можно Bolt выбрать. Можем выбрать поменьше. Меньше. М6. Вот словом, такая. И также поиграться с настройками тут можно. Шляпка может выдвигаться вот так, выше подниматься. Также здесь размер шляпы. И в окружности уменьшаем меньше шляпу. Тут можно добавлять резьбу. Резьбу больше делать, резьбу меньше. Вот так накручивать здесь. Делать разные виды болтов, вплоть до сказочных. Вот так вот где-то резьбу больше поглубже сделать. Где-то вот так вот увести. Ну, словом, нужно тут все экспериментировать. Нажимать, вертеть, крутить. Вот шляпку можно вообще побольше сделать. Вот такая будет шляпка. И вот такой вот прикольный болт. Квадратный. Вот такие аддоны. Вот такая информация. И вот такая польза для ускорения какой-то работы. Все. Всем пока. До свидания.